Станция метро «Спортивная» готова уже более чем наполовину. Скоро на платформах установят перегородки с развяжными дверями. А как в петербургской подземке, а к началу декабря подадут тепло и начнут внутреннюю отделку. Фронт работы оценил Александр Потенихин. Из поезда, пересекающего метромост, можно разглядеть очертания будущей станции. На «Спортивной» уже залили платформы и надстроили помещение вокруг тоннеля. Однако вскоре обзор закроют. Перроны отгородят стенками с развяжными дверями, как на некоторых линиях петербургского метро. Устанавливать эти конструкции и утеплять их начнут на днях. Вот эта вся эстакада, тоннель – это такая большая труба, если хотите, в которой она не обогревается ничем, она только за счет естественного обогрева. Но если таких вопросов нету там, где полностью тоннель закрыт, то здесь эти вопросы есть, поскольку эстакада – это, безусловно, не герметичное. А здесь будет вестибюль спортивный. Гранит для отделки стен уже на готове. Эскалаторы собраны, но пока не работают. Осталось подвести электричество, а затем протестировать оборудование. Речь идет о том, что есть цикл определенный обкатки эскалатора. Для того, чтобы Ростехнадзор принял эти конструкции в эксплуатацию, то, соответственно, должно быть определенное количество моточасов наработано. И суть в чем, чтобы совместить отделочные работы, запуск эскалаторов, то есть нужен определенный цикл времени. Отопление внутри станции запустят в течение двух-трех недель. Сразу после начнут отделочные работы. Параллельно будут обустраивать платформы. Не исключено, что для этого вновь придется закрывать метро раньше полуночи в отдельные дни. Перед тем, как открыть станцию метро спортивное, важно оценить транспортные потоки. На молодежном чемпионате мира по хоккею около 10 тысяч человек отправятся с ледовой арены на станцию метро. Хорошей репетицией в этом плане может стать день города. Напомним, что парк рядом с ОДСом планируют открыть именно к этой дате. Срок сдачи спортивной – сентябрь следующего года. Станция готова уже более чем наполовину. Нужно только смонтировать оставшееся оборудование и отделать станцию. Ее оформят в синих оттенках. Александр Потенихин и Данил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok